К этому призывает нас великое поручение. Я воспринимаю эту заповедь, великое поручение Христа. Идите, научите, как призыв заниматься не просто евангелизацией, но учебой. Идите, научите, уча. Хотя на самом деле евангелизацию и образование отделить невозможно. Вот Проханов говорил, что церкви, которые не занимаются миссией, слабеют. Те, которые не занимаются богословским образованием, не имеют силы для духовного прогресса. Поэтому обедняем то и другое. Во-вторых, сама сущность ученичества требует образования. Вот интересно, как в Новом Завете называются христиане или верующие. Как христиане, только три раза. Верующие, как существительное, используются только пять раз. А слово ученик 250 раз. И из них 30 раз в деяниях. То есть, сама сущность ученичества какая? Что делает ученик? Учится. Вот поэтому мы призваны к образованию. Конечно, формы могут быть разными. Например, Христос занимался с учениками по очной программе. 12 учеников, трехлетняя программа, спонсоры богатые женщины. Даже проблемы, как у нас. Там староста группы отрекся от Христа три раза. Один из учеников предал его. У нас нет таких проблем. Но суть образования. Вот есть, проходит образование какое-то. Ну и последний, я бы еще отметил, практический элемент важный. Допустим, написание статей, подготовка радиопередач, борьба с ересями, переводы Библии. Вот как бы мы могли прочитать Библию, если бы люди не занимались богословским образованием, причем высшим богословским образованием, и не перевели Библию на русский, понятный нам язык. Продолжение следует...